Эти женщины предали свою родину-мать Четыре главных предательницы Отечественной войны Друзья, кому интересно, ссылка на источник статьи Оставляется в описании под этим видео Смотрим Нацисты в 1941 году оккупировали западные территории Советского Союза Люди, жившие там, большей частью сражались, шли на фронт Некоторые успели эвакуироваться Но были среди них и предатели Как мужчины, так и женщины, которые добровольно решили сотрудничать с нацистским режимом В народе именно этих предательниц называли подстилками Гитлера И очень-очень ненавидели И так вот именно, как минимум, четырех из таких вот анти-героинь Майор Серафима Ситник Начальник связи 205-й истребительной авиадивизии Майор Серафима совершает полет на самолете У-2 Дело происходило в пасмурный осенний день 43-го года Самолет сбили, Ситник приземлилась, была ранена Попала в плен Нацисты изъяли у майора секретные документы Потом предложили ей работать на них Уже через два дня Ситник вещала из репродуктора Призывая всех, кто раньше с ней служил В том числе собственного мужа По своему желанию перейти на сторону нацистов И вместе строить новую освобожденную Россию-мать Через какое-то время предательницу все-таки уже отработанную И из-за ненадобности поставили лицом к стенке Сделали так Пах И майора Серафима не стало Следующее, весьма красивое имя Олимпиада Полякова Писательница Олимпиада Полякова Всем своим сердцем ненавидела власть Советов Война застала ее в городе Пушкине Одним из первых захваченным нацистами Полякова и ее муж перешли на сторону нацистов Уверенные, что они намного более меньшее зло Чем сами большевики Полякова и ее муж трудились в газете За родину мать Где агитировали народ на предательство В пользу, конечно же, нацистов На писательницу, скажем так Нападала такая вот неистовая радость Когда освободительные бомбы немцев падали На советские города Правда, она немножечко печалилась Так как считала, что немцы чрезмерно истребляют людей И уж слишком как-то механически После всего этого Полякова жила в Берлине Где продолжала выступать против Советского Союза То есть Женщина выбрала свою стезю Пошла по своей дороге Вера Пирожкова Очень хотелось этой женщине Скинуть со стороны коммунистическое иго Так как интеллигентная Вера Не могла простить власти Ограничения в свободах И всякие там прочие сталинские репрессии В общем, она предала все И ушла за свою идею Вера, так же как и Олимпиада, стала работать в газете За Родину Где восхваляла цивилизованных нацистов И возмущалась отсталыми большевиками И вообще их гребаным режимом Также она выступала против евреев Чем заслужила благодарность начальников Пирожкову назначили редактором газеты В 1944 году предательница сбежала в Германию Так как стало ясно, что нацисты не спасут Россию от Сталина Она прожила очень долгую и счастливую жизнь И через 50 лет после распада Союза вернулась в город Псков И еще одна героиня, о которой я когда-то делал отдельный ролик Это, так сказать, известная пулеметчица Антонина Макарова О тоньке пулеметчице здесь не раз, конечно, уже было сказано Однако, если говорить о, скажем так, главных предательницах времен войны Эта женщина-полицай не имеет вообще себе равных Тонька добровольно стала сотрудничать и вести даже половую жизнь с полицаями Она быстро приспособилась, став главным палачом в округе И расстреливая из пулемета своих, так сказать, врагов Которые, в принципе, были согражданами То есть все те, кто не хотел, как она, предавать свою родину За два года, только вдумайтесь, только вдумайтесь хорошенечко За два года Антонина уничтожила больше полтора тысяч человек Среди которых были не только военные А также были партизаны, были женщины, были старики И даже маленькие дети То есть она любила пулемет, она обожала кассеты и магазины Пулеметчица 33 года спокойно жила в Белоруссии Воспитывала дочерей, получая ветеранские льготы Но однажды ее муж и ее семья узнали что-то за человек И чудом избежали расстрела в 44-м году Муж и дети Антонины были в самом настоящем шоке В августе 79-го года Макарова ответила за свои злодеяния по полной программе Вот они, четыре предательницы Вот они, четыре отдельные судьбы Так что, если вы хотите